Физкульт-привет дорогие друзья, в эфире программа Спорт на Дану и сегодня мы в гостях у политика, спортсмена и общественного деятеля Александра Шабли. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, первый вопрос сразу напрашивается сам собой. Как можно совмещать и политику и профессиональный спорт? Ну у меня такая деятельность, которая предусматривает собой развитие спорта прежде всего. Я всегда, помимо того, что занимался спортом, меня всегда тянуло к развитию. Я и тренировал ребят, и был президентом, и являясь действующим президентом нашей лиги бойцовской, я всегда родил, скажем так, за развитие спорта. И это общественная деятельность, которая также подпитывает во мне силу развивать спорт, развивать здоровый образ жизни в нашем регионе. Вот и все. Ну ты один из самых молодых депутатов в городе, да? Да. Как ощущения? Вот просто сразу, как говорится, с ринга и в депутатское кресло. Страх был какой-то там, испытывал мандраж? Нет, страха не было. Да, и небольшое волнение присутствовало, но после профессионального спорта, после выхода на арену, ты всегда умеешь с этим волнением справиться, ты всегда выступаешь перед камерами, даешь интервью. Также здесь ты выступаешь перед людьми, и это волнение всегда с ним. Нужно уметь справиться. Ну вот твои первые шаги депутатские какие были? В чем, говорится, ты отдавал первый приоритет? Все-таки спорт, наверное, да? Да, первый спорт. Ну, помимо спорта у нас была приоритетная программа, это реконструкция парка, благоустройство парка Сабино. Вот где у нас сегодня как раз проходила зарядка для школьников. Это парк, который требовал долгое время реконструкции, и одна из моих программ предвыборных была именно нацелена на реконструкцию и благоустройство этого парка. Вот благодаря силам администрации, благодаря усилиям подрядчика, людям, которые переживали и приходили, и просили администрацию, и жаловались, много писали писем, жаловались в связи с тем, что этот парк долго-долго-долго реконструировали, постоянно менялись подрядчики. Я сам вырос в этом районе, и в этот парк в последний раз ходил гулять благоустроенный в глубоком детстве с родителями. Мне было там 5-6 лет, и вот только в этом году, в прошлом году, точнее, закончили благоустройство. Ну вот, да, вот про эту зарядку поговорить. Откуда такая пришла идея и почему? Идея пришла такая. Я, опять же, возвращаюсь к тому, что основным направлением моей общественной деятельности является развитие спорта, и я понимаю, что то, что я могу дать ребятам полезное, то, что они могут для себя оставить после этого мероприятия, а не посидеть в конференц-зале и рассказать им, как надо заниматься, как надо следить за собой, как надо поддерживать здоровый образ жизни. Мы увиделись утром на мероприятии, провели для них зарядку. Я думаю, было интересно, все зарядились хорошим, положительным настроением. Я пригласил ребят к нам в клуб на тренировки, и они получили, я думаю, заряд бодрости. А ты? Я тоже, честно скажу. По эмоции какие вот сейчас? Ну, вот у меня сегодня не было утренней тренировки, я немного думал о том, что мне надо пропустить тренировку, потом это компенсировать. Но после зарядки мы с ребятами так обменялись. Размялись. Да, да, размялись, и хорошее настроение осталось при мне. Ну, ты ведь не один проводил зарядку. Расскажи, кто с тобой еще был за ребят? Со мной был Газимурат Магомедов. Это ученик нашего клуба, чемпион мира, единственный чемпион в нашей области, первый чемпион, мастер спорта международного класса. В прошлом году ему присвоили, еще официально мы ему не выдали. По смешанным мероприятиям. По смешанным мероприятиям. И Борис Мирошниченко. Ну, Борис Мирошниченко остойка заслуг, я думаю, жители... Мы его знаем. Да, Ростовской области его знают. Вот, бескомпромиссный боец, спортсмен и тренер. Самое главное, что он хороший наставник и тренер. У него очень много тренируется от детей. Он умеет найти подход к детям. Ну, Боря, он сам еще действующий, да, спортсмен? Да, он действующий спортсмен, но приоритете его карьеры это тренерская деятельность. Саш, какие еще планируешь подобные мероприятия вот в этом году в Ростове, в Ростовской области? Подобные мероприятия мы планируем проводить вот такие тематические утренние зарядки, на которые привлекать детей, там, и как-то поощрять их, чтобы они уходили довольны и в следующий раз хотели также прийти. Также самое главное, это то, о чем я тоже говорил в своей предыборной программе, это реконструкция спортивных площадок, которые у нас существуют и рабочие, рабочие действуют, но они все, не все, ну, зачастую в плохом состоянии. Почему? Потому что они не стоят на балансе ни у района, ни у города, нигде не стоят. Вот, поэтому сейчас идет активная программа, которую запустил город и администрация, они передают эти площадки на баланс, вот, и за ними уже будут ухаживать и будут постоянно приводить в надлежащий вид, чтобы люди могли приходить там и проводить время. Ну, например, какие площадки там можно сказать уже по адресам или пока нет еще? Ну, пока я пока не могу сказать, там есть проект, чтобы одну площадку мы построили с нуля, как раз в новом округе. Мы сейчас ждем одобрения. Саш, ну вот смотри, подобное сегодня такое мероприятие было, конечно, оно круто, а вот нету в планах пригласить какого-то известного спортсмена, например, чтобы он провел такую зарядку? Не думал об этом, если? Известного спортсмена в... Из России, например, кого-нибудь там, уровня, там, действующего ныне? Ну, Хабиб Нурмагомедов, например, да, вот так. Хабиб Нурмагомедов, конечно, это хорошо, но Хабиб... Ну, это его уровень, ты говоришь, не был планов? Ну, у нас, наверное, его уровня только... А так, каждый спортсмен, наверное, в своей дисциплине, ну, для своей аудитории известный, но Хабиб это, конечно, величина мирового масштаба, он известен на все аудитории и на людей, которые занимаются спортом и не занимаются спортом, и фанаты, и антифанаты, скажем так, он для всех известен. Ну, вот новость, да, вот мы с тобой перед записей программ прочитали, Хабиб закончил карьеру, как ты к этому относишься? Потому что были разговоры, что все-таки... Вот, например, я считаю, чтобы он мог продолжить еще карьеру, радовать нас своими победами, прославлять нашу страну. Твое мнение по этому поводу? Мое мнение, для меня тоже это было неожиданностью, я как раз находился... У него бой проходил в декабре, да, кажется? Да. В декабре, да? А, нет, в ноябре был. Ну, в прошлом году, в конце года как раз. Да, в Джастином Гэйджи. Я как раз находился на подготовке в Соединенных Штатах. Вот, и для меня это было неожиданностью, я никто не знал, и команда его, я так понимаю, не знала, он тоже об этом говорил. Для всех это было неожиданностью, естественно, я бы хотел увидеть его в будущем, но это его решение, которое мы должны уважать и должны принять, потому что он для себя видит это так. Он не видит больше перед собой оппозиции, которая бы давала ему конкуренцию, и Хабиб это, в первую очередь, человек, который дерется не за деньги, а за наследие, то, что после него останется. И деньгами его сейчас не удивить, его гонорары сейчас, наверное... Наверное, сравнимы со звездами мирового масштаба футбола, баскетбола, хоккея. Поэтому, я думаю, его деньгами сейчас не удивить, а вот со стороны спортивной составляющей ему никто ничего не может. Он на уровень выше своей позиции. Ну, вот ты считаешь, уровень Хабиба у нас есть сейчас? Вот он ушел, да? Кто-то сможет его заменить вообще в России? Есть такие бойцы? На данный момент у нас пока, я считаю, что нет. Нужно, чтобы боец до начала стал чемпионом, как Хабиб. Хабиб, когда стал чемпионом, он не был настолько известен. Он был известен в своих кругах, в России, когда он стал чемпионом, и после этого, наверное, он раскрылся, и завертелось, закрутилось. Тогда давай сразу быстро переключимся. Хотя потенциал у наших бойцов очень высокий и очень большой. Наши ребята сейчас в UFC занимают, ну, много ребят занимающих, занимают лидирующие позиции. И у многих, скажем так, уже там перед ними маячат титульные бои. Поэтому это дело времени. То есть, вполне возможно, через пару лет появится новый Хабиб Ромагамедов, да? Конечно. В Ростовской области возможно такое появление? Есть у нас такие бойцы? Вот он сидит. Нет, ну, мы тебя-то знаем. Понятно, что я по молодежи имею в виду, молодые ребята. У нас есть ребята талантливые, перспективные. Вот кто бы знал, что Газимурат станет чемпионом мира. Но мы понимали, что у него большой потенциал. Но я думаю, что люди, которые смотрели выступления, не сильно задумывались о том, что он когда-то станет чемпионом мира. Также и молодые ребята, которые проявляют себя в нашем клубе. Достаточно много ребят, которые ездят на соревнования, только что вернулись с Южнофедерального округа по смешанным единоборствам. Два ребята тоже в призах у нас, чемпион. Это мы при том, что мы не отправляли туда много ребят. Ну, такую мощную массу туда. Мы отправили несколько человек. Проверить, да? Сейчас действует некое ограничение. Ребята уже с профессиональными боями не имеют права участвовать в забитовских боях. И мы отправили туда маленькую часть своей команды. Также ребята у нас активно выступают по грэппингу. Грэппинг очень хорошо развивается во всем мире. Говорят о том, что грэппинг хотят сделать олимпийским видом спорта. Ну, я не знаю, когда это будет, но тем не менее у нас в команде тоже девочка, которая выиграла чемпионат России. Ого! Ну, вот девчачьи, я как-то, знаешь, перебью сразу. Как ты относишься к тому, что девчонки занимаются профессионально этим? Не для себя, не для самообороны, а профессионально прямо идут. Ну, если она для себя выбрала это направление, то почему нет? Мы должны уважать мнение людей. Ну, это же девчонки все равно как-то, да? Да, я жалко. Разбитые лицо у девушки как-то. Я не спорю, мне жалко, но я отношусь к этому так, я думаю, что мое бы мнение, я бы хотел, чтобы мое мнение уважали люди. Если я захочу что-то, то мне бы хотелось, чтобы люди относились к этому с пониманием. В последние годы такой сумасшедший скачок популярности смешанных единоборств, да, особенно среди вот детей. На твой взгляд, с чем это связано вообще? Ну, как раз таки, это в целом развитие единоборств, боевых видов единоборств, благодаря, наверное, Хабибу Нурмагомедову, потому что он, ну, за все это время, пока единоборства развивались, и я считаю, что они развивались в стране у нас благодаря Федору и благодаря Хабибу. Это два таких... Две скалы, да, вот так сказать. Два тягача, которые тянут за собой огромный-огромный-огромный такой, да, поезд. Поэтому я думаю, что это благодаря им. Сейчас мы с вами совсем ненадолго прервемся для того, чтобы познакомить вас с другими новостями из мира донского спорта. После трех матчей без побед Песчанокопская «Чайка» добилась положительного результата в столице. Донской клуб с минимальным счетом переиграл московский «Велес». Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте. Мигунов подобрал мяч после прорыва Карташова, выполнил навес и Савичев прицельно пробил под перекладину. «Велес» бросил все силы, чтобы спасти матч. Моменты с завидной регулярностью начали возникать у ворота Филиппова. На 41-й минуте мяч после удара Федчука прокатился рядом со штангой. Во втором тайме Песчанокопцы грамотно построили игру на контратаках в надежде на выпады Кулишева, Безденежных и Хохлачева. Однако счет до финального свистка так и не изменился. 1-0. Победа «Чайки». Вторую подряд победу в весенней части сезона одержали донские армейцы. После триумфа в выездном матче с «Динамо-Ставрополь» подопечные Дениса Попова на своем поле с минимальным счетом одолели футбольный клуб «Махачкала». Единственный мяч в этой игре был забит с пенальти, который на 78-й минуте реализовал Илья Кожухарь. «Нам нужна была победа. Сегодня был дождь, вчера дождь, снег, поле очень тяжелое, все ребята бились, получили хорошую скучку после Анжи. Нужно было доказывать, играть, добились три очка. Дай бог дальше все будет так же хорошо, как сегодня». Благодаря этой победе донские армейцы вновь приблизились к группе лидеров. Сейчас команда занимает пятое место, а третьей строчке ее отделяет три очка. Мы продолжаем. Это программа «Спорт на Дону». Я напомню, что мы беседуем сегодня с Александром Шаблием. Давай тогда поговорим о твоем контракте. Ты недавно заключил контракт, ну как недавно, в прошлом году, в конце года, заключил контракт с «Велотором». Почему «Велотор», почему не UFC? С UFC у нас были договоренности, и я говорил, многие, много ребят знает, и моя аудитория знает. Меня должны были подписать после одного боя, который у меня прошел вот здесь, в Ростове. Я травмировал руку, попросил переноса этого подписания, и потом уже все затянулось, завертелось. Последние наши условия были, я должен был прилететь в Штаты, сделать себе документы и ждать там своего выхода уже на бой. То есть я сделал все, что от меня зависит, я прилетел, я прошел подготовку и ждал уже выхода, но все опять дотягивалось, затягивалось, пандемия. Много ребят, которые находятся в Америке, они сидят без боев. Это совсем уже плохо, да, для спортсменов? Да, им надо делать бои. Меня уже некуда было поставить, как они говорят, сейчас мы тебе сделаем бой, подожди, подожди. Я уже просто махнул рукой и подписал контракт с «Велотором», потому что на тот момент нам сделали хорошее предложение. То есть они сами на тебя вышли, да, получается «Велотором»? Да. И грех был отказываться от такого предложения. Так, ну подробнее о контракте, на сколько боев он рассчитан у тебя? Контракт на четыре боя, по времени, по сроку он будет год и восемь месяцев, год восемь месяцев. Я дальше планирую свое выступление только в этой организации, не планирую переход в UFC. UFC не планируешь, да? Да, все, я двигаюсь в этой организации, двигаюсь к чемпионскому поясу. Так, ну что-то известно уже по первому бою, когда, запланированным, пока или нет информации? В планах подраться в мае, но точно соперника я не могу сказать, потому что мне предложили этот вариант. Я согласился, пока что мы контракт не подписали и будет некорректно, если я озвучу сейчас его имя. А от чего зависит, да, например, вот пока контракт не подписали, да, это от тебя зависит или от промоутеров? Вообще это зависит от нескольких причин. Первое, отправляют бойцам, оппонентам, кто-то согласился, кто-то нет, бой сорвался. Если оба согласились, дальнейшее они разговаривают, мы разговариваем об условиях, какие у нас условия, да, и мы подписываем контракт, отправляем организатору, все, дальше мы уже в обойме. Нам говорят, на каком турнире мы выступаем. Тогда вопрос лично от меня, а если соперник отказался, как-то влияет на его рейтинг это? На его рейтинг? Вот, допустим, ты отправил запрос, да, спортсмен, допустим, к бразильскому, да, и через какое-то время он отказывается. Повышается твой рейтинг и его падает или вообще никак не влияет? Об этом узнают, если он отказался, об этом узнают только я и организатор, и он будет знать. Дальше мне просто будут искать нового соперника, если я не скажу о том, что он отказался. Бывает такое, да, но об этом никто не узнает, он дальше продолжит свое выступление. Организация иногда не вправе заставить бойцов драться друг с другом. Вот, что я хотел услышать от тебя. Да, есть такие бойцы, у которых большая аудитория, за которыми сидят люди, и они понимают, что за них организация держится, дорожит их присутствием. Поэтому они вправе отказаться и выбрать себе соперника удобного. Поэтому, если такие ситуации возникают, организация, наверное, прежде всего должна говорить о том, что они могут расторгнуть контракт. Хотя это прописано в контракте. А, тоже может. Да, это прописано. Если боец отказывается от поединка, там, один-два раза, если неуважительная причина, они имеют право расторгнуть контракт. И бывают такие случаи даже в UFC. Четыре боя у тебя, ты говоришь, да? А где они состоятся? Я просто намекаю на то, а может в Ростовской области, нет? Пока была тор в России, не провели еще ни одного турнира. Но, насколько я знаю, они хотели провести турнир в России, сделать бой Федора. Емельенко. Да, Федор Емельенко хочет провести последний бой. И этот турнир они хотят провести в России. Они проводят турниры в Европе, в Европе. Но, в основном, все турниры проходят в Соединенных Штатах. То есть, и у тебя тоже, возможно, да? Из чего это складывается, выбирать турниры, где страну произведения? На данный момент просто организации и UFC, и Беллатор проводят турниры только в Штатах. И из-за условий пандемии, из-за ограниченных условий нельзя зрителей приглашать, нельзя большое количество людей, даже участников мероприятия, чтобы находились. Плюс, все должны сдать тесты на ковид, все должны просидеть три дня на карантине, когда прилетают. Ну, такие жесткие меры принимаются в инвесах. Поэтому им непросто провести сейчас турнир. У тебя сейчас как подготовка идет? Ты все-таки надеешься, что будет бой, возможно, не будет, да? Но все равно подготовка у тебя идет одним циклом, да? Я пока нахожусь в форме, я не готовлюсь усиленно. Как только мне скажут, что у тебя конкретно дата будет такая-то, такая-то, я начинаю уже усиленно готовиться. А обычно, как говорят, дату за месяц, за два предупреждают? У тебя будет, например, 15 июня, да? У тебя могут вот сейчас сказать или... Мне могут и сейчас сказать. Все зависит от того, какие планы в организации. Я думаю, прежде всего, организация все подстраивает под себя. Я могу свои пожелания высказать, я бы хотел, допустим, подраться через два месяца на этом турнире. Мне нужно столько-то, столько-то времени для подготовки. Но бывает такое, что и организация может сказать, у нас есть предложение, через месяц есть такой соперник, ты готов? А месяц, это все-таки мало, мне кажется, да, для подготовки? Да, опять же, заставить, они никого не могут. То есть от тебя уже зависит? Да, они могут предложить, за месяц ты готов, и я скажу, да, готов, мне это интересно. Если я нахожусь в форме, я поуспею подойти в хорошей форме. А соперников обычно выбирают, которых ты не знаком, никогда с ними не встречался вообще, да? Нет, ну, соперники это бойцы, которые находятся на контракте у этой организации, там, в моем весе, допустим. И плюс-минус мы все друг друга там знаем. По рейтингу тоже, как считается? Да, есть рейтинг, есть рейтинг, топ-10, топ-15, и чем ближе этот боец к первым номерам, тем лучше для меня, для первого боя в этой организации. То есть ты порвешь его, да, ты поднимаешься в рейтинге? Да, я, соответственно, поднимаюсь выше. А могут тебе предложить бойца, например, который ниже тебя в рейтинге, да? Тоже может быть такой, да. Прям такой сильный разброс может быть, да? И тебе также могут предложить, который там идет выше-выше тебя на несколько пунктов. И это, опять же, да, в случае победы, это тебе большой плюс идет. Для меня, конечно, плюс, чтобы боец был уже в рейтинге, в официальном и занимал какие-то лидирующие позиции. Ну, тогда вопрос такой, то есть, может, получится, сколько сейчас в Беллатории россиян вообще? В россиян очень много. Много, да, россиян? Сейчас очень много. В одно время наших ребят было там мало, а сейчас очень много. У нас даже есть действующий чемпион Вадим Немков. Вадим Немков, да, 93 килограмма. А ростовчан только ты один, получается, там, да? Да, из ростовчан я один. Ну, кто-то еще, может, подступает, нет, из наших парней? Да, у нас много ребят талантливых, просто дело времени, когда они заявят о себе. Потому что, в первую очередь, наверное, организации смотрят не только... Ну, в первую очередь, они смотрят сейчас не на спортивную составляющую, они смотрят на известность бойца, на уровень его аудитории, кто за ним садит, сколько людей за ним садит. Все это имеет большое значение, кого он выиграл. Ну, давай тогда перейдем от мирового спорта все-таки к нашему Донскому, да? Какие события планируются по смешанным единоборствам в Ростовской области в этом году? Что-то есть уже планы какие-то обозначить? Мы готовим чемпионат, чемпионат про UFC, пока у нас в планах на этот год разбить его на несколько турниров. В каком формате, я пока не могу сказать, мы еще не определились. Это будет или командный чемпионат, или гран-при, чтобы разбить турнир на несколько событий. Чтобы была стратегия, и постоянно мы находили лучшего, скажем так, из этих ребят. Такая интересная у нас программа. Это в Ростовской области все будет проходить, или в разных концах нашей страны? Тоже мы сейчас думаем. А, то есть еще невозможно, что где-то в Владивостоке еще проведем? Нет, турниры однозначно, какие-то турниры у нас будут в Ростове. Может быть, мы все проведем Ростове. Мы подбили пока, да, мешалось еще? Может быть, мы просто проведем турниры без зрителей, и снимем это все, и покажем уже на ТВ. Может быть, мы проведем его со зрителями с ограничениями. Ну, сейчас же ограничения снимаются постепенно. В сентябре мы провели последний турнир. У нас был, в конце августа как раз снимали ограничения, и мы провели с 50, кажется, процентными посадки. Мы провели турнир, и провели довольно-таки неплохо. У нас не было никаких ни нарушений со стороны зрителей. И все были в масках, все были с антисептиками, всех помыли, почистили. Какие-то бойцы тоже были в порядке все, да? Саша, ну как-то вот пандемия ударила по спортсменам, на твой взгляд. Все-таки потеряли ребята физики? Физики нет. Я думаю, что потеряли, в первую очередь, они в финансах, потому что не было турниров. И спортивная отрасль пострадала как никакая. Я думаю, больше всех ограничения в связи с тяжелой обстановкой, да? Не было мероприятий, были ограничения. Организаторы, ну и мы как организаторы тоже всегда эти события откладывали, потому что мы работаем прежде всего на зрителя, на картинку. А сейчас мы не можем собирать залы, поэтому пострадали, я думаю, как никто другой. Ну давай в заключение вопрос такой. Вот что тебя подтолкнуло заниматься таким видом спорта, да? Таким вот грубым мужским видом спорта. И были ли у тебя кумиры в детстве, на которых ты равнялся, когда вот выбирал вид спорта? Ну у меня, наверное, в детстве, как у всех ребят дома, были плакаты с Жан-Клодом Вадамом на стенках, с Джеки Чаном, с Брюсом Ли. И я с детства всегда тяготел к единоборствам, к боевым единоборствам. Сначала это было карате, потом уже дальше более, такие, скажем, грубые виды спорта, да, это бокс-то. Ну карате, я начал с каратэ 7 лет. Семь лет тебе, да? Семь лет мне было. Вот, и я бы не сказал, что у меня был какой-то выбор в жизни, там, заниматься этим или этим. Например, футбол, например, не каратэ, да? Был выбор? Нет, не был. Мне просто нравились единоборства, я по сей день продолжаю заниматься этим. А почему в смешанные единоборства перешел? Опять же, что-то подтолкнуло ведь? Смешанные, потому что, наверное, универсальность этого вида спорта мне понравилась. И все объемлющие техники, то есть ты можешь и бороться, и в стойке уметь работать, и двигаться, и в парктере бороться, и в стойке бороться, и в грэпплинг у тебя. То есть, ну, очень интересный вид спорта. Да, конечно, он тяжелый, трудный, формулы, правила, формула боя тяжелая, правила тяжелые. Но, тем не менее, мне понравилась вот его универсальность. Помнишь свой первый профессиональный бой? Да, конечно, помню. В каком году, где это было, и кто соперник? Это был 2011 год. Это был город Нальчик. Соперник Вачи Авагян. Мастер спорта по боевому самбо. Бой закончился на второй минуте удушением с моей стороны. Я выиграл бой во втором раунде. Это профессиональный бой. Хотя я тогда пришел в ударных видах спорта. Но бой закончился борцовской техникой. Чему я это сказал? Просто предстоящий бой у тебя будет. Я желаю, чтобы он закончился именно так же. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Спорт на дону». С вами был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Всем хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»